В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! В Наринмаре в начале марта открылась выставка «Север православный». Это четвертая по счету экспозиция. И на ее торжественную презентацию приехали кураторы проекта. Светлана Михайловна Грачева. Куратор проекта – доктор искусствоведения, декан факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Ольга Владимировна Орлова. Заслуженный работник Республики Коми, член Союза художников России, заведующий отделом музейно-исследовательской работы Национальной галереи. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Это территория, можно сказать, явилась неким таким демиоргом. То, что этот проект родился и он поддерживается, это, наверное, большая заслуга и руководства территории. Мне кажется, появился этот проект в 2016 году, и первый проект был сделан, опять же, Союзом художников Санкт-Петербурга. И вот очень удивительно, что сейчас, получается, как бы круг замкнулся, и опять приехали работы, произведения санкт-петербургских художников. Следующий проект мы делали, вот Алена Евгеньевна предложила сделать с Союзом художников в Республике Коми, и мы привезли лучшие работы из фондов Национальной галереи, связанные именно с этой тематикой, и из мастерских художников. Это в основном были художники, которые уже зарекомендовали себя. Следующий проект, третий проект, который был, мы привезли это в 2019 году, сформировали выставку в основном из-за работ не только мэтров Союзу художников Республики Коми, молодых художников, но и художников других территорий. Это Архангельск, это, опять же, Санкт-Петербург. И отличие каждого проекта, каждой выставки, конечно же, имело место. Но все они в такой вот, интересно, такой чистой интонации. Но я так понимаю, что это не иконопись, это не какие-то прям вот религиозные мотивы, да? Что это за картины, какие, как вы отбираете работы для этого проекта? Ну, это в основном, конечно же, собственные изобразительные формы живописи, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. На последнем проекте 19-го года очень было много представлено и шитья, декоративных вещей. Это тоже такая вот особенность была последнего проекта. Но то, что участвуют во всех этих проектах с самого начала профессиональные художники. Не самодетельные художники, не наивные художники, это только профессионалы. Начиная, конечно, как я уже сказала, от мэтров и молодых художников. Наверное, вот это вот такая особенность. Ну, это художники, которые работают и метафорически, так скажем, не обращаясь напрямую, не цитируя ни в каких-то таких традициях церковного искусства. Это всегда образность, в первую очередь. Это такое индивидуальное прочтение этой темы через пейзаж или через сюжетно-тематическую картину. Через портрет. Это очень разные работы. И как раз вот яркая индивидуальность каждого художника через эти формы, она доносит некую такую идею. Чистоту севера, чистоту веры, чистоту, наверное, такую вот особенность какую-то этой территории, где человек может найти вот эту вот нишу, которая не позволяет ему уйти от себя. Уйти, пойти вот в этот вот светлый, солнечный такой вот портал какой-то чистоты, именно светящейся, что светится у человека внутри, что надо всегда беречь. Может быть, это, конечно, терминология совершенно не церковная, но в первую очередь такие выставки мы делаем для зрителей. А со зрителем нужно говорить именно вот таким вот образным языком, не какими-то клише, какими-то... Есть другие пространства, церковное пространство, а выставка – это иной язык. Это в первую очередь, чтобы зритель, который пришел, он пережил некое такое переживание, внутреннее переживание. Обратиться к себе, увидеть гармонию, гармонию мира, красоты, красоты севера, вот этого чистоту, чистоту веры внутренней. Не конкретно, как мы вот говорим... Душу увидеть. Да, вот именно душу севера, вот эту вот северную такую чистоту. Поэтому мы говорим всегда север православный. То пространство, которое предоставляет центр Арктика, оно прекрасное, потому что вот каждый проект дает возможность обратить внимание на это пространство. И вот два последних года, благодаря администрации Наринмара, был сделан свет. Так что этот проект несет и материальный какой-то свет, прекрасный свет, экспозиционный. И это, конечно, большая заслуга не только этого проекта, большая заслуга того, что есть понимание на территории, что такие проекты нужны. Они просветительские, да, но в первую очередь они поддерживают некую такую интонацию внутреннюю. Понятно, что это территория, сам город, он очень замкнутый. И необходимы такие духовные ниши, помимо храмов, духовное пространство, пространство красоты. И вот то, что понимание идеологии и политики этого выставочного зала, который существует в Наринмаре, это, конечно же, большой плюс для жителей города и гостей, я думаю, тоже. Светлана Михайловна, вот к вам вопрос, чем вот эта выставка, в чем особенность нынешней выставки, что мы увидим там необычного, кто-то уже, наверное, увидел, да, а те, кто еще не пришел, к чему готовятся? Ну, я хочу сказать, что вот нам было сделано предложение от Ольги Владимировны и от руководства вашего выставочного комплекса, чтобы мы подключили петербургских художников. И сначала я к этому отнеслась с некоторым сомнением, потому что мне казалось, что очень трудно собрать большую выставку, но в результате работ получилось так много, что нам даже приходилось оставлять какие-то работы перед отправкой их сюда. Я сразу хочу сказать, что для нас это была невероятная ситуация, потому что петербургские художники отправили свои картины сюда по зимнику. Это слово нам было совершенно незнакомо, и работы приехали сюда, они проделали очень долгий путь. Это почти 70 работ, живопись, скульптура, графика, несколько небольших предметов, я не назову их декоративно-прикладного искусства, но это такие небольшие скульптуры. И нам предоставлена была уникальная возможность, нас не ограничивали ни в размерах, ни в материалах. То есть, что художники предложили, то и можно было привезти. Поэтому привезли деревянную скульптуру, привезли бронзовую скульптуру, довольно крупных размеров, выставочную, привезли большие полотна. Художники как-то тоже включились с азартом в это предложение и дали картины крупных размеров. Дали картины, которые, может быть, еще никогда не покидали некоторые работы мастерских. То есть, это все современные художники. И так получилось, что это художники, связанные с академией, Санкт-Петербургской академией художников. Кто-то преподает там, кто-то закончил несколько лет назад или совсем недавно. Диапазон возрастной очень большой. То есть, это и есть совсем пожилые мэтры петербургского искусства. В составе экспозиционеров два академика Российской академии художеств. Это Александр Валентинович Чувин, он декан живописного факультета Санкт-Петербургской академии художеств. И Никита Петрович Фомин, профессор Академии художеств. Вот два таких метра, вокруг которых выстраивается дальше экспозиция. И у каждого из художников свое отношение с Севером. Кто-то там родился. Как, например, Федор Жуков представил работу на краю земли. Это очень большое полотно, на котором показан деревянный, полуразрушенный, заброшенный храм. И на переднем плане почти уже такая сгнившая лодка. И все это на фоне бескрайнего пейзажа. Очень такого характерного для русского Севера. Это, конечно, символическое полотно, которое именно вот в такой образной форме говорит о проблеме, которая есть. О проблеме отношения к культурному наследию. И о том, что его необходимо сохранять. О том, что необходимо устанавливать связи между разными регионами, между разными людьми. Потому что у многих людей такое весьма абстрактное представление о том, что такое русский Север. Но я хочу сказать, что петербургские художники, это повелось еще с рубежа 19-го и 20-го веков. На Север ездят. Ездят много, регулярно. И у каждого есть свое любимое место. То есть они воспринимают Север не только как какое-то пространство. Но это, конечно, культурное явление. Это русский Север для многих художников ассоциируется с очень многими напластованиями культуры. И то, что, конечно, у каждого есть свои любимые места. Вот, например, Екатерина Грачевой, она преподает в Академии художеств. Она свои работы делала на Соловках. И, конечно, Соловецкий монастырь – это один из форпостов и православия, и русской культуры, и очень много связано с этими местами. И это потрясающие пейзажи, очень красочные. Именно такие, какой может быть северная природа в лучшие ее моменты. И, допустим, супруг Екатерины Грачевой, Константин Грачев, он не пейзажами представлен и не какой-то прямой такой буквальной связью с Севером. А это натюрморты, в которых содержатся, в которых показаны предметы русского быта, русской культуры. Вот через эти предметы, через предметный мир он раскрывает свое отношение к традиции. Он увлечен тем, что он покупает через интернет, через разные сайты. Он находит антикварные предметы или предметы бытовой культуры из Вологды, из Архангельска. Ему привозят двери, прялки, какие-то еще чудесные вещи, которые наполняют пространство его мастерской. И он с упоением показывает фактуру этих предметов, невероятные красочные сочетания. Вот это мы привезли, такие замечательные натюрморты, через которые можно ощутить, что духовное, оно разлито во всем, везде. Вот как Кандинский, когда к зырянам путешествие свое делал в конце 19 века. И его потрясли прялки, рушники, вот те предметы, которые наполняют избы, деревянные, вот эти северные росписи. А специально кто-то для проекта, кто-то специально свои работы делал, кто-то писал, лепил, творил? Ну, с одной стороны, было не так много времени, потому что создание произведения искусства все-таки, ну, это процесс, который требует времени. И в основном мы брали, конечно, уже те произведения, которые есть в мастерских. Но на некоторых холстах еще абсолютно свежая краска, потому что художники как-то так активно включились. Давно не поступало, вот, может быть, таких предложений, что можно было сделать такую тематическую выставку. И собрать произведения, и показать что-то, что дорого им самим. Например, Александр Валентинович Чувин представил пейзажи Старой Ладоги, Карелии, Новгорода. Вот мест, куда он любит путешествовать, и к образам этих мест он все время обращается. А вот молодой совсем художник Иван Журавлев, он только в прошлом году закончил академию, как раз ученик Чувина. Вот мы как-то с ним беседовали накануне, ну, когда вот я узнала, что готовится такой проект, я говорю, Иван, надо сделать серию работ. Вот из какого материала ты их сделаешь, я не знаю, но нужно сделать работы, посвященные северным святым. Ну, сказала и сказала, и забыла. Наступает осень, Иван смотрит загадочно, значит, встречает меня в коридоре с загадочным взглядом, говорит, пойдемте в мастерскую. Приводит, и стоит целый ряд работ. И это не заказ, не потому что художник хотел именно такую заказную вещь сделать. А это вот какой-то такой момент, потому что у Ивана была дипломная работа, посвященная смерти Сократа. И это его работа очень, ну, как бы она, он устал от нее, потому что такая тема тяжелая. И вдруг совершенно вот этот поворот к святым, и из человека полилось. То есть он художник, ну да, он закончил академию, да, он перспективный, молодой, вот сейчас в творческой мастерской, учится, продолжает свое уже образование, да, после вузов. И вдруг появилась серия работ, вот, Северные святые. Причем сначала появилась графическая серия, а теперь продолжается уже в живописи. То есть ему стало так интересно, и он настолько увлекся. Но он именно не иконописные образы делает, хотя, безусловно, смотрит иконографический материал и читает житийные описания. Но он именно вот в станковых работах, в графических, рассказывает об этих северных святых, и мы их тоже привезли на выставку. Поэтому путь был такой у каждого свой, разный. Как, например, вот Никита Петрович Фомин, наш замечательный профессор и академик, Российская академия художеств, он сын бывшего, ну, когда-то, значит, еще в второй половине XX века, да, его отец был ректором института Репина. И Никита Петрович еще маленьким мальчиком ездил к бабушке в Архангельскую область. И он вспоминает эти свои ощущения, именно вот красочные ощущения, цветовые ощущения севера. И он представил совершенно удивительные, на мой взгляд, пейзажи, вот на эту выставку, которую могут жители Наринбара посмотреть в марте. То есть он показал именно такую многокрасочность и яркость пейзажей. Заброшенный огород, деревянные избы, бесконечные просторы. Вроде бы такая простая растительность, но от которой глаз оторвать невозможно, и вот эти образы потом не забываются. Вот это все есть в живописи петербургского мастера, замечательного, который много очень сделал для и петербургского искусства. Поэтому мы привезли вот работы 20 авторов. 20 авторов – это вот больше 60 работ. Это, конечно, уникальная была совершенно авантюра, просто авантюра, потому что мы... Сам проект, он уникален, он уникален не только для севера, он уникален и для России, чтобы в маленьком городе, уважительно очень я это говорю, потому что все провинциальные города, они маленькие, и возник этот проект. И уникален он тем, что, вот Светлана Михайловна правильно сказала, что он буквально мотивирует художников, мэтров, профессионалов, которые очень хорошо выставляются в больших городах, известны, публикуемы. Они еще и преподаватели, их мотивируют на то, чтобы участвовать в этом проекте. И самим делать некие такие новые работы, серию работ. В этом уникальность. И вас только можно поздравить, что у вас есть такие подвижники, которые, несмотря на любую ситуацию, которую мы все знаем, что в 2020 году у нас проект должен быть намного раньше открыться, мы терпеливо продолжали, продолжали все-таки вести такую работу большую, чтобы он все-таки состоялся. Все было как бы против. Но тем не менее, он состоялся, причем в таком качестве, очень профессиональном, очень высоком, очень звучном. И это большое достижение для территории. Ольга Владимировна, а сколько проходит времени? Вот вы находите, я так понимаю, вы находите художников, вы находите тех, кто может выставиться, правильно? Как вообще происходит? Вот как вы находите тех, кто будет участвовать в очередной акции, кто будет участвовать в очередной выставке? Как вы находите участников? То есть это каким образом еще происходит? Это каждый раз по-разному, в зависимости от проекта. Это какое-то счастливое стечение обстоятельств или каких-то людей, встречи каких-то людей. Но так получается, что, видимо, все-таки сам проект Северправославный, вот та энергия, простите, небеса, они так сводят людей, сводят какие-то силы художников. Первые проекты, которые мы делали, это в основном они были в союзах художников. Обращаемся к художникам, вот такая вот тема, и собираем все, что есть в мастерских или в запасниках национальной галерии или с других каких-то территорий. А вот последний проект, идеологом которого была Светлана Михайловна, это, конечно, очень цельный проект. Это говорит о том, что заявленный с самого начала в 2016 году проект Северправославный, он переходит на новый уровень. Он остается, это 4 года продержаться в провинции такому проекту. Это, следовательно, его поддерживает не только те, кто его инициировал, но и администрация территории. Я думаю, если ему придать некое новое качество и развивать его, то это будет событие. Это будет событие для Северо-Запада, для Севера. Еще раз повторюсь, чтобы в маленьком городе, вот такие уникальные проекты, Светлана Михайловна, наверное, согласится, что такие выставки с такой определенной такой темой не в каждом-то большом городе. Вот в Сыктывкаре у нас национальной галереи таких проектов не было, хотя сама коллекция вот есть и позволяет. Хотя вот еще, простите, вот хочу сказать, что последний проект, который мы в 2019 году делали вместе с Аленой Евгеньевной, когда выставка вернулась в Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, точнее, один из институтов, Институт культуры и искусства, у них есть небольшой выставочный зал, они его показали, этот проект. Это тоже говорит о том, что проект все-таки приобретает новые качества, вы инициируете его, и он как бы несет некие такие новые смыслы и попадает в новые пространства. И он имел очень хороший успех в Сыктывкаре. А если говорить о перспективах, вот этот проект пройдет, а что мы ждем дальше, какого-то продолжения, у вас есть какие-то идеи, может быть, какие-то дальнейшие, то есть этот проект не заканчивается, правильно? Североправославный, я так понимаю, что это такой живой проект, который хочет жить дальше. Мы прежде чем к вам приехать, немножечко успели поговорить, хотя, получается, мы приехали буквально с корабля на оба, с самолета в вашу студию, и с Аленой Евгеньевной успели переговорить. И у нее есть прекрасная совершенно идея, чтобы этот проект жил, чтобы он не был не то, что скучным, чтобы он развивался, развивался для территории. И такая прекрасная идея проводить здесь пленеры для профессиональных художников, привозить сюда художников. И чтобы были какие-то немножко затронутые и новые социальные слои, в том числе и дети, привлекать детей, чтобы были какие-то некие мастер-классы с профессиональными художниками, которые сюда приезжают. Я думаю, что этой территории это необходимо. Здесь нет учебных заведений. И вот такая вот интонация, которая будет поддерживать именно на профессиональном уровне, это мотивирует, будет ребят, которые заканчивают школу, учиться, получать профессиональное образование. Может быть, сюда возвращаться. Может быть, по результатам вот этих вот пленеров будут проводиться какие-то детские выставки. Это будет северправославный молодых, маленьких, школьников. И это даст, наверное, возможность, может быть, возить куда-то вот в такие знаковые святые места и там проводить небольшие пленеры под руководством, опять же, профессионалов. Санкт-Петербург имеет такой опыт. Наверное, Светлана Михайловна больше об этом скажет. Я хочу воспроизвести слова одного из художников. Накануне мы виделись, и я говорю, что улетаю в Нарьинмар, участник выставки. И что вот, наконец, посмотрим, как это все уже в пространстве выставочного зала находится. И он говорит, ну, конечно, конечно, это же замечательно. Ну, что она, картина, стоит в мастерской лицом к стенке повернутая. А так ее люди увидят. И мне кажется, вот в этом есть, ну, простая мысль, но всерьмежная правда такая, которой нам иногда не хватает. То есть, чтобы действительно произведение нашло своего зрителя. То есть, ну, какая перспектива у проекта? Конечно, пройдет выставка, она завершится, работы опять отправятся в Петербург. Ну, может быть, может быть, кто-то увидит эти работы, что-то произойдет, да, произойдет встреча, произведение и зрителя, что-то изменится в жизни человека. Может быть, взрослого, может быть, маленького человека, который захочет дальше узнавать мир, смотреть уже не только глазами других художников, но и своими собственными творческими, да, идеями делиться с этим миром и с другими людьми. Поэтому в каждом таком проекте есть, конечно, ну, некая такая высшая цель. Открыть, открыть какую-то новую грань этого мира, да, и рассказать о мире или о тех чувствах, которые переживают художники, рассказать зрителям. И будет ли продолжение, вот о чем Ольга Владимировна говорит, или, может быть, достаточно этого какого-то акта, это уже время покажет. Но мне кажется, что сам уже факт, что работы петербургских художников зимой приехали в Норинмар, по зимнику, это уже очень-очень важно. И важно и для зрителей, и, конечно, для авторов, потому что они очень ждут отклика зрителей, очень хотят получить какую-то реакцию на свое искусство, да, на свое творчество. Ведь это же, собственно, как бы смысл жизни в этом, то есть когда человек создает и хочет получить отклик. Вот наша программа подходит к концу, к сожалению, но выставка продолжается, и я думаю, что наши жители обязательно после вашего рассказа, вот после описания работы, особенно вот этого сочного, описания красочного, просто мне вот захотелось пойти, посмотреть, обязательно прийти на выставку. Вот я думаю, что Норинмарцы тоже в большинстве с вами придут и оценят труд художников санкт-петербургских. А я напоминаю, что в гостях у нас были кураторы проекта Светлана Михайловна Грачева и Ольга Владимировна Орлова. А мы прощаемся с вами, до встречи.